Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Надо поближе сделать. Вот так. Нет, это она не войдет, потому что надо, чтобы там вот это отобразилось, вверху чистое. Номер 827, События дня. За 20 марта 2018 года. И как эпиграф взят большой, прочитать придется. Я отношу это к себе полностью. Псалом 34, 4 стих. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим мне зло. Да будут они, как прах при лицем ветра. И ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок. И ангел Господень да преследует их. Преследует их, потому что он мерзость распускает, чтобы выгнал, чтобы молекула не осталась от него. Я прошу их, Господь все это делает. Почему? Молитва. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная. И сеть его, которую он скрыл для меня, да улует его самого, да впадет в нее на погибель. Это псалтырь и псалтырное чтение. И мы считаем, и в церкви считают о живых и о мертвых. Что понимать под врагами? Демонов больше поминать надо. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Я веселюсь, я радуюсь. Роман Фроликов. По вере вашей, да будет вам. Как подошло, как будто он об этом и говорит. Вы смотрели про зомби, но ничего не поняли. Это кому-то он пишет, я там не участвовал у них. А я не смотрел и знаю, что разные виды имеют цель депопуляции. Под ложным видом противников существующей власти массированно внушают нам, что вы будете болеть и умирать, если будете кушать что-то. Сахар, ГМО или еще что-то. А что такое? Не знаешь? Ну эти продукты какие-то там. Да, это вот соя везде модифицированная. Если примете ННН и будете пользоваться злом, в кавычках, деньгами и так далее, и тому подобное, они напридумывают для вас все, что угодно, лишь бы вы забыли о том, что с вас спросится им за то, благорестовали вы или нет. Верите, что вам ничего не повредит, тогда вам ничего и никто не повредит. Апостолам не повредило сидение в тюрьмах и их убиение. Кто против нас, если с нами Бог? Вы сами говорили. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Души же не могущих убить. Души же. Бойтесь забыть говорить о любимом. Слава ему! Забыть исповедовать его в родисе, прелюбодейным и грешным. То есть бойтесь не принести два таланта взамен одного таланта, взамен одной своей веры в него. Что значит не принести два таланта взамен одного? Это значит не привести никого к нему. Поэтому единственное и самое легкое и минимальное, что с нас требует он – благовестие. Простой рассказ каждому встречному. То есть саму себе тоже. А его спасительный искупитель жертвы на кресте вместо нас. Понятно как. Вот у меня поехала моя знакомая одна в Академгородок. И вот приехала и говорит, там занятия такие идут, что молоко вредное. Ну слава богу, теперь у меня молока будет хватать. Потом еще один раз съездила и хлеб узнала, что вредный. Хлеб вредный узнала. А сейчас болеет и болеет, она себя напускает. А я знаю, все безвредно. Ну определяет желудок мой, если бурчит там что-то, не перерабатывается молоко, то уже не надо, с кусочком надо его. Ну не перерабатывается, а сметана нормально идет. Ну не идет. Пища определяется это желудком, а не то, что я в мозги тебе занозу кто-то ткнул. И вот съездит, уже чего-то поднабралась. И теперь болеет и болеет и болеет. Из больницы не вылазит каждый день. А меня бог хранит, я не болею. Ты еще ни разу на голубете не была. А я в день иногда 5-6 раз лажу туда. Ну и сравниваю теперь. Гусейнов Рустам. Сколько я его, я смотрел много, этого Дмитрия Смирнова. Все проповеди, конечно, интересные, но безблагодатные. О, как определяет. И недействительные. Во всяком случае, могу смело говорить, что он меня не оттолкнул от церкви Христовой. Вот самое главное. Но и не приблизил ни на него ту. И вот он сидит вчера, Дмитрий Смирнов говорит. Продолжительность ролика сейчас 34 минуты, полтора. И я слушаю и смотрю. Я как, могу сказать так, балагур. Балагур. Какой вопрос не зададут нигде, Слово Божье, как будто он в руках не держал нигде. И все что-то оригинальничать, сказать, чтобы рассмешить и проще. Я гляжу, это и у Ткачева тоже самое, которых я знаю, смотрят. В большинстве своем балагуры. Теперь я его рассматривать буду. Вот здесь вот буду рассматривать. О чем он говорит. Наталья Лусатая. Сценарий нашего будущего. Сейчас он как-то получше стал проповедовать. Это о нем и говорит. Он говорит, что будет дальше, народ будет такой-то, убивать нас будут. А в зал полностью сидит, там женщины без подкоп, ясно, в брюках, там, абортиз. Это он уже знает. Чтобы в каждой семье, каждая женщина была 8 детей. Где он? 8 детей. Тогда нас будет вот, ну, хотя бы через 30 лет или в конце века. В конце века. А века-то только еще 2008-й, а в 2099-м обстановка будет меняться. Вот должны рожать и рожать, больше ничего. Только сидеть и рожать, бежать и рожать, бежать и рожать. Вот проповедь вот такая у него. 18-й сейчас. А? 18-й. 18-й, да. Ну и что? Ну я еще впереди буду отвечать ему. Гусейнов Рустам. Сценарий для настоящего христианина может быть только один. На Голгофу, на распятие. На Голгофу, на распятие, поется здесь. Иисус идет, струи крови по дороге из раны льет. Это мой пришел, Спаситель Божий Сын. Я к ногам его пронзенным в раскаяние иду. Грех мой крови причистость смыть молю. Да, смыть молю. Наталья Усатая. Все-таки без влияния Отца Игнатия на священство не обошлось бы. Валентинов с Артисон. Я его начала слушать со времен нашего начала перестройки с огромным интересом. Этого, измелья Смирнова. А он там по военному делу, танки освещает, везде здорово. И так, в диван только. На твоей ветке ему не уместится-то. И все пьет. Перед людьми. Если ты в ад-то веришь, ну прикинь маленько, то где-то жарко будет. Вот сидят и хлюпают. Мне это очень неприятно. Ну перед людьми. Ну говоришь, что полтора часа, то без воды обойдись. Он с собой, наверное, так и возит на коляске пятилитровый бочонок. Тогда же был и молодой Артемий Владимиров. Да. Их приглашали на разные программы по телевидению с участием Влада Листьева. А Владом Листьев где? Кто это такой? Журналист. Журналист. Что с ним было? Убили. 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 Это были мои первые учителя. Да. Но их было так мало, и показывали их очень редко. Поэтому, когда с экрана звучал звон колоколов, я бежал со всех ног. А ну и кухня там такая, она включена. В Германии. В город Зоннеберг. Это было для меня как глоток воды в пустыне. Выступал по телевидению Александр Мень. Живой еще был. У меня были его книги, и я по ним начинала учиться. Сглатывала все подряд. Сглатывала все подряд. И только вот сейчас, просматривая через призму священного писания, начинаю уже фильтровать. Через призму священного писания здесь полностью мои слова. Вот теперь она начинает фильтровать. Интересная женщина. Очень даже. Игнатий Лапкин. Сергей, сообщи всем, что занятия завтра, 21.03.2018, в среду не будет, потому что верующие будут молиться вечером. Будет читаться канон Андрея Критского. Сообщи, что занятия в том же режиме переносятся на четверг, а там в пятницу и воскресенье. Игнатий, 20.03.2018. А вот теперь, как называется этот ролик, где Дмитрий выступает? Сценарий нашего будущего. Это большой зал, люди сидят там, женщины, головы наполовину покрыты. Ни одной по форме нету, ни одной. Уничтожение христиан. Вот он этого как будто, смотрите, доставать будут. Христиан уничтожать будут. Ну понятно, о ком он говорит-то. Он не называет только, кто взрывает сегодня, кто бьет. И мне говорили, ну вот вы едете сейчас, в Чечню только не ездите, только головы режут. Ну вам-то это все равно. Вы хотите мучеником быть. Но эти-то за собой зачем тащите? Как будто я сам на машину сел, один и поехал. А мы шесть мусульманских республик прошли. В Чечне три раза были. Прошли Турцию с той стороны. И у меня самые хорошие воспоминания о мусульманах. Какие они добрые. Да как голову режут. Я не оперергаю этого. Я видел, как режут в снимке. Видел. Но почему они нас не резали? А помогали. И при том, когда мы ехали на Восток, Владивосток-то, и там. И там помогали. Особенно женщин. Везде ставлю пример. В Болгарии, я говорю, никогда уже не забуду. Она есть в машине за рулем. Сама хиджаби. Молодая, красивая такая. И за рулем сидит, нужные или нет. И я увидел ее. Идем. Я вот так поклонился. Она улыбнулась, моей головой кивнула. А я показал голову и показал палец. Вот красиво. Она еще раз улыбнулась. И где они молятся. Мы молимся, они молятся. Прямо около нас. Прямо близко совсем. А потом подходят знакомиться. Мы первый раз видим, что русские молятся. Во Франции там двое молодых подошли. Но они начали агитировать как-то. Ну, мы им рассказали о Христе. Давай. Теперь я отвечаю. Игнатий Лапкин. Слушай, внимательно, внимательно. Эти данные отец Дмитрий Смирнов выкладывает уже несколько раз. Это у него любимая тема. Ребенка сохранить надо. Сохранить надо. Ребенка. А когда подрастет, ему отдадут. Он благословит его в Чечне, убьют. Но сегодняшним ли православным и монахам говорить о падении рождаемости, когда в идеале они ратуют уже 20 столетий за полное вымирание, за идеальное монашество, уходящее в песок? Ну, если монахи, значит, никто не будет рожать, ни одного не будет. Так монашество на этом и основано. Какая рождаемость? Они везде агитируют, ходят, ищут в монастыри. Я повторяю, в Пахомии Великого 11 тысяч мужиков. Ну, дивизия, дивизия полнокровная. Так это только ли у него? Были в монастыре по 50 тысяч. Почитай Ганнский, Забор, Анкирский, как они против монашества-то? Ишли мужей бросали. Алисей Божий человек-то? Каких он детей мог оставить? Так православным, как говорить об этом, когда в самом учении говорится не рождать? Идите все в монашество. Никаких преград не ставьте. Это в идеале. В идеале, чтобы пошли все, но все не идут. Вот, иные хотят и жениться. Дальше. Но дело еще в том, что если бы это говорил Тамерлан, Аттила, Аларих, Гитлер или Иудей, то понятно, им нужны солдаты. И солдат не жалеть. Бабы нарожают новых. Как приписывают это изречение жестощающему, самому безжалостному жукову. Жукову. Георгия Константиновича. Главное то, что он говорит в этом видеоролике, священник православный, который освещает танки и прочие утвы, человекоубийства, и посылает толпами на смерть защищать яхты Абрамовича, на его совести тысячи убитых. Но и даже не это главное. Вопрос. Почему ни Христос, ни Апостол не заботились наполнять землю? Они говорят, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Ну давай. Бытие 1.28. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Это он привел вот это место. Когда это Бог говорил... Я говорю, когда он говорил? Когда на земле было всего-то лишь два человека. Ныне этот наказ перевыполнен. И если наполнять сосуд дано повеление, то стоит ли лить реки в тот давным-давно переполненный сосуд? Семь с лишним миллиардов на земле. И только от голода и недоедания ежедневно, как говорит статистика, умирает не менее 70 тысяч человек. Им есть нечего. Живут друг на друге в сто и более этажей. То есть негде земли, негде. И почему такие этажы-то строят-то? И небезведомо же Бога столько умирает, не могущий добыть хлеба и воды. Если тогда было изречено Духом Божиим, бытие 2.18, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственно ему. Вот я обращаю внимание, баптистов когда венчают везде, говорят по-своему, нехорошо, нехорошо. И это повторено было и не имело смысл. Но сегодня уже совершенно другой лозунг. Теперь какой сегодня лозунг? Там было нехорошо, а сегодня? 1 Коринфянам 7.8. Безбрачным же и вдомам говорю, хорошо им оставаться, как я. 1 Коринфянам 7.26. По настоящей нужде за лучшее признаюсь, что хорошо человеку оставаться так. Ну давай. Значит, там говорит нехорошо, правильно, Бог сказал? Ну, как раз никого не было, правильно. А сегодня хорошо оставаться так. Так. Ныне звучит хорошо, 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 не рождать. И этот совет дает не просто... Голубь? Да. Да. И этот совет дает не просто человек, но Дух Святой. 1 Коринфянам 7.40. Я сказал, а это говорит Дух Святой. Откуда вы взяли, что Дух Святой так говорит? Ну вот сейчас посмотрим. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. То есть не выйдет замуж. А думаю, и я имею Духа Божия. От кого это сегодня-то? Еще давай. Духи 23.29. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженные и плодные, и утробы не родившие, и сосы не питавшие. Ублажает-то не 8, 12, 15 детей-то, а 1,64 ребенка родила даже при царе. Ни Христос, ни апостолы, ни один из святых отцов, ни каноны церкви не ратовали за то, чтобы иметь детей не менее 8. Нигде и никто ни разу за 2000 лет. Никто, ни разу, нигде. А вот Смирнову это надо. Зачем говорить? Всем был наказ ратовать за проповедь повсеместную за духовное рождение. 1 Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, «Но немного, отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествования». Вот как! Ни благовествования нету, ни духовного приобретения. Он совершенно как неверующий сидит. Луки 11.27. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голову из народа, сказала ему, «Блаженная чрево, носившая тебя, и сосы тебя питавшие». Так. Но Христос поправил. Луки 11.28. Блаженно теперь везде всегда считает, когда какой-то богородичный праздник. А да, что еще не считаете. Христос что, принял это? Нет? А он сказал, «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Вот заметь, говорила одна женщина, возвысила голос, то есть закричала, «Блаженная чрево, носившая тебя». Ну, молодец, это прямо за Димителя Смирнова. А он, а он означает совершенно противоположно. Он это ни во что поставил-то. Сказал, «Блаженные, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Они рождающие. Итак. Римлянам 10.17. Итак, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Луки 9.6. «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Деяние 8.4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Марка 16.15. «И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Не в роддома идите, не замуж выходите, а куда, которые пошли-то, они ничего не имели, бросили все». Деяние 8.25. «Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». «У нас один благовестник вот так познакомился, женился, она его вышибла одним ударом. Все. Теперь не знает голову преклонить, где, в каком государстве. А если думал только бы о божественном-то, тогда бы этого не было. Полностью размазанный человек. Но это в каком-то государстве было». Матфея 16.26. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какую выкупу дашь человек за душу свою?» Сираха 16.3. «Лучше один праведник, нежели тысячи гречников». «Зачем они тысячи рождать-то? Он сам про себя говорит. 20 лет крестил, и никого нету. Если девчонки, на вторую букву алфавита названы. Парни за наркоманились, и 36 лет уже в могиле». Сираха 16.11. «Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем». «Уничтожил». «И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Вот каким должно быть отношение к детям». А это уже отсюда, да. Вторая Маковечка, 7 глава. «Надо просчитать. Это когда мать сама благословляет их на то, чтобы они умерли и были верны Богу». Сирахова 46.10. «И они только двое 600 тысяч путешествующих были спасены». Вот так. Вам бразить невозможно. Третий ездор, 6.56. «О прочих же народах, происшедших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобны слюне. И все множество их ты уподобил каплям, каплющим из сосудов». Вот откуда. Из слюне. Из священника сегодня слюной может крестить. Слюной. Ну тогда же разговариваем, мочевой крестите. Обезумели совершенно. Бытие 19.17. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Это ангел говорит. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Вот так. Иереме 51.6. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время от пещения у Господа. Он воздает ему воздаяние». Задумались за мужество родить детей-то и не смотрели никого. Что? Подлегли под отца. И что получилось? Два враждебных народа от них пошли. Я говорю про лота. Иереме 51.45. «Выходи из среды его народ мой и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Спасайте. Какое же нить бы то? Ни субботу, ни субботу, чтобы не было, говорит, а не зимою. А насчет того, что будет всех подряд убивать иноземцы, то и тут мы находим ясный ответ Божий. Матфея 24.6. «Та же услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо належит всему тому быть. Но это еще не конец». «Это если было бы больше нас, мы бы сопротивлялись. Ну, 140-160 миллионов. У Китая 2 миллиарда под боком. Они палками заколотят». Гордеев Михаил, «Конечно, я согласен. Это твое отличное обобщение слов Дмитрия Смирнова. Просто позиции разные. Ты мыслишь вселенскими масштабами и очень ясно подтверждаешь Святым Писанием. А протоиерей, отец Дмитрий, более заботится о нашей стране». Ну и как их заботиться? Конкретно покажи. Которые сидят абортницы перед тобой рядом-то. Их 99% на вторую букву алфа это называй. Марина Х. Здравствуйте, Игнать Тихонович. Меня зовут Марина, мне 33 года, в разводе. У меня есть дочь Полина, ей 12 лет, живет в Украине, город Чернигов. Думаю, что мое рождение свыше произошло летом 2016 года. После пьяной ночи во дворе у женщины, чья деятельность мне непонятна, боюсь предполагать. Интересно, во дворе женщины, пьяные, в это время рождения совсем непонятно, что за женщина, почему она там, и ты, почему у нее во дворе. Но с тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Главной моей жизни стал Бог, полностью доверяя жизнь своему Отцу Небесному. Молюсь о том, чтобы он направил меня путем истины. Вера привела меня к вам. Я воспитываю дочь одна. Понимая, что за нее, за то, кем она вырастет, я буду держать ответ не перед людьми, а перед Богом. Смотрю ваши ролики, и душа не сразу, но наполнилась к вам любовью и безграничным доверием. Очень захотелось приехать к вам в лагерь и на целое лето отдать свою дочь и себя к вам на воспитание. Мы очень любим природу, совершенно независимо от комфорта, физически сильны и позитивны, а главное готовы трудиться во славу Божьей. Ну, с Украины, нас с Украины тут накормил один. С Украины, ну и о всех так не думай, вот Сергей, ты Егорович, смотри какой он. Полина учится в мирской школе, общается с неправославными детьми, но я чувствую ее внутреннюю расположенность к Богу. Внутреннюю чувствует, это здорово, конечно, если не обманывать тебя. Опыт духовной жизни для нее и для меня очень важен и необходим. Опыт. Приехать они будут, жить, тут я все это рассказал, сейчас она вышла, уже поразговариваем, уже ролик стоит с ней. Я понимаю, что смотря мирскими глазами наш приезд к вам невозможен по множеству причин, но я искренне доверяю Богу и верю в Его всемогущество. Если на то есть Его воля, летом мы будем у вас. Благодарю вас за титанический труд, за вашу твердость и неотступность в вере. Спасибо вас, Господи. По скриптум. По вашему наставлению сегодня встало 4.40. Один раз встало. Чувствую себя хорошо, молюсь, чтобы не возгордиться и принять ранний подъем за правил. Один раз встало и только не возгордиться. Игнатий Лапкин. Без письменного разрешения от нас категорически запрещено приезжать. Пока там трудитесь во славу Божию, а остальное довериться Богу. С Украины, с города Угледар к нам снова собирается и этим летом в июле приехать человек. Если Бог позволит узнать о вас больше, то возможная встреча будет. Но у нас очень строгая дисциплина. Вашей дочери это может вовсе и не подойти. А неверующих и непослушных мы не принимаем. Повторяю, что без разрешения не вздумайте трогаться оттуда к нам. Это вам будет чрезвычайно вредным. Марина, я поняла, без разрешения не поеду. То, что дочери сразу может не подойти, это не страшно. Она послушная и рассудительная. Главное подход. Вы написали, что в скайпе можно на вас сейчас выходить. Это значит позвонить? Если да, то я этого очень хотела бы. Но я не знаю, могу ли позволить по танцам. И меня пугает отношение детей и их родителей. То есть видишь как? Ведь от этого зависит моя работа. Но если на то есть воля Божия и это послужит во благо, то я готова. Игнатий Лапкин, заходите сейчас сразу. Вот о танцах значит. Мне нужно говорить о танцах. Я начал материал зарядил промолотил и танцы нашел. Сейчас на танцы я открою. Это уже я убрал с экрана, а ей послал на букву Т ПРСТ танцы. ПРСТ. Ну посмотри мне, помогай найти танцы. Вот да? Да. Давай. Вопрос 2713. Открытым оком. Игнатий Лапкин. Том 12. Почему верующие зазирают танцы и музыку? Вопрос. Ответ. Что до танцев, то так и есть. А вот о музыке сложнее. Тут нужно еще разобраться, что за музыка. От хорошей и божественной не отрекаемся и готовы пользоваться ею. Танцы, музыка и музыкальные инструменты. Музыка есть разговор души с Богом. Образно говорят любители, знатоки и специалисты музыки. Танцы есть воплощении музыки, говорят поклонники и специалисты танцев. И еще говорят поклонники всяких специалистов. Глупые те положения и мысли о музыке и танцах, которые высказываются не специалистами в этих вещах. О танцах могут говорить только специалисты. Нам не разобраться. Я представляю себе человека, который разобрался во всех этих положениях отдельно и согласился с ними. Еще представляю себе его логические выводы, к которому он пришел, когда стал все эти положения связывать между собой. Музыка есть разговор души с Богом, думает он, а танцы есть воплощение музыки. Значит, танцы есть воплощение разговора души с Богом. Но что же дальше? Дальше я рассуждать не могу, говорит он себе. Я должен принять на веру суждения специалистов, потому что только они могут высказывать разумные суждения о музыке и танцах. А все мои суждения будут глупы, потому что я не специалист ни в том, ни в другом. Вы, конечно, понимаете, что такой исход попытки составить свое собственное осуждение о танцах и о музыке должен быть очень желателен для специалистов, потому что тогда решение вопроса всецело будет отдано в их руки, а мы, профаны, должны будем покорно принять их мнение на веру, без возражений. Но мне, однако, хотя и профану с такой участью не иметь свое осуждение о музыке и танцах, только потому, что я в них ни специалист не хочется примириться. И я думаю, что в этом со мной согласятся. Поклонники специалистов отказываются иметь свое осуждение только и потому, что боятся ошибочности. Но тут дело идет не о деталях изложения каких-нибудь правил музыки и танцев, где нужны специалисты, а о цели и значении этих предметов для человека. Ведь очень часто даже в учебниках перед изложением какого-нибудь предмета ему предпосылается предисловие, которое объясняет цель предмета и его значение. Таким образом, интересующийся им, прежде чем изучать его, знакомится с его целью и значением гораздо раньше, не зная самого предмета. Они уже имеют достаточно обоснованное и безошибочное суждение о нем. то же самое можно сказать о танцах и о музыке. Вот и мы постараемся прежде всего уяснить себе эту цель, которую преследуют танцы и что они дают людям и мы увидим допустимые приемлемы ли они или нет. Никто, конечно, не будет спорить с тем, что человек что бы ни делал, все это дело только потому, что дело его это ему приносит или пользу или просто доставляет ему удовольствие или вообще удовлетворяет его желаниям. Что же такое дают танцы танцующим? Скажут, пользу это им, конечно, никакой не приносит, но это доставляет молодым людям большое удовольствие. значит цель танцев удовольствие. Какого же сорта это удовольствие? Но об этом дальше. Защитники танцев еще обыкновенно говорят, когда человек переживает какое-нибудь настроение, вызванное в нем музыкой или еще чем-нибудь, то почти всегда при этом он чувствует желание воплотить возникшее настроение в какое-нибудь движение, в жести, положение своего организма, выражение лица, глаз, а это стремление движением выразить свою душу и есть уже начало танцев. Вот как умно рассуждается. Танцы это более или менее упорядоченное утонченное движение, выражающее известное настроение, известное состояние души. Слушай внимательно. Выражать же состояние души движениями и жестами не только непредсудительно, но даже похвально. Ну, когда дирижер машет рукой там все это, он выражает что там? Соответствующее настроению жесты и движения всегда дают возможность глубже чувствовать само настроение. В танцах есть даже очень много общего с религиозными обрядами. Религиозные обряды тоже имеют цель выражать состояние души посредством различных действий, движений, положений тела, коленопреклонений и так далее. А вот религиозные люди почему-то всегда отрицают танцы. Хотя ни одна церковь, ни одна религия не отрицает обряды, а также и культивирование обрядов. У святых отцов можно много найти подобных следующему наставлению. Если ты молишь о Богу, то и руки твои в знак покорности Ему должны быть крестообразно сложены на груди, и глаза твои с упованием и надеждой должны быть подняты к небу или к образу Божию. Это уже есть внешнее выражение внутреннего настроения. Да все религиозные обряды в сущности и есть нечто иное, как выражение движениями и жестами, внутреннего настроения, внутренних переживаний и мыслей человека. значит религия признает то начало, из которого произошли обряды. Но ведь из него же произошли и танцы. Если религия будет оставаться последовательной, то она не должна отрицать и осуждать танцы. Танцы есть только обработанное, культивированное выражение внутренних настроений и переживаний человека. Это то же самое, что и обряды. Вот как ум рассуждает. Так когда человек танцует, он молится. Все это скажут защитники танцев. Они были бы вполне логичны и мы ничего не могли бы возразить им, если бы они еще сказали нам и доказали, что те настроения и переживания, которые выражаются при танцах, непредосудительны, возвышены, хороши, благородны. А вот в этом то и вся суть. Какие настроения и состояние души выражаются танцами? Уже достаточно одного того сказать, что мужчины желают и находят приятным танцевать и танцуют только с женщинами, а женщины наоборот, только с мужчинами. Чтобы судить о тех настроениях и чувствах, которые выражаются танцами, насколько они возвышены, нравственны и хороши. Ясно, что танцы это есть смакование, чувственности, длительный, тонкий разврат, которым люди отдаются сознательно, чтобы возможно дольше щекотать свое половое чувство. Недаром говорят, что посетителями балета, танцев бывают больше всего дети, которые вообще любят всякое прыгание, бегание и еще лучше неупорядочные. Яркие сказочные костюмы и декорации или лысые холостяки, которым очень удобно при этом мечтать о былой молодости и смаковать воображение сладострастной картины, намеки на которые они видят перед собой. Вся суть таким образом заключается не в способе выражения, как и чем выражается внутренняя жизнь человека, а в том, что же он испытывает в это время, какая у него эта внутренняя жизнь, какое состояние души, какое чувство, высокое или низменное. Нельзя, правда, спорить с тем, что религиозные обряды похожи на танцы, именно в том, что как те, так и другие служат для выражения состояния души. Но огромная разница, как мы видим, есть и должна всегда быть в тех настроениях, какие человек испытывает при религиозных обрядах и какие при танцах. Так что это сходство не только не оправдывает танцев, а оно-то еще больше и указывает на их отрицательное значение. «Религиозные обряды есть обряды религии Бога, а танцы, если тоже обряды, то не обряды религии сатаны. И характерной чертой их, вернее, должно быть не воплощение музыки, как того хотят любители танцев, а воплощение разврата. Вот почему религиозные люди и отрицают всегда танцы, как глумление над религией, над стремлением к целомудрию. Но может быть я ошибаюсь, когда называют танцы с макованием чувственности. Может быть у меня преувеличенная подозрительность на этот счет, вычекающая из низкого мнения о людях. Вот она на меня нападает, вот когда Дятлова группа погибла, я говорю, о чем они молодые парни там рассуждали, девушки там с ними были, ой, это такие целомудренные, это там вскрытие показало, что они девственницы, они как раз моего года рождения, это такие люди были целомудренные, когда, где вы видели, чтобы безбожник был целомудренный, из чего родит он будет. когда я говорил с защитниками танцев, я прямо предлагал им вопрос, одинаково ли говорю, по-вашему важно танцевать с мужчинами, а женщинам с женщинами, мне отвечали, во всем должна быть гармония, а любители танцев, так те добросовестно говорили, что мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами, нет смысла, не интересно танцевать. Ну как же, какая тебе разница молиться-то? Ну позвольте, это уже уклонение от прямого ответа одних и откровение подтверждение откровенное подтверждение моей мысли вторыми. Очевидно, ответ должен быть такой, важно должно быть одинаково, но на деле для танцующих приятнее, важнее, если танцы исполняются мужчиной и женщиной, людьми разных полов. Вот вы нас этим занимали специально бальными танцами барабаш Игорь и Лена пара. Таким образом выходит, дело не в выражении хорошего, чистого, невинного настроения, которое может быть и хотят видеть в танцах теоретики, а в чем-то другом. И я говорю, что это неопределенность что неопределенностью просто хотят прикрыть низшие животные чувства, которых если не будет, то нет смысла и танцевать. Мнение это подтверждается еще тем, что защитники танцев называют культивированием их. Это культивирование танцев началось еще, должно быть, очень давно, потому что у нас на Руси и то уже 200 лет назад было сделано насильственное во дворении Петром I танцев, ансамблей и прочих немецких глупостей. Началось с давних времен и продолжалось до последнего времени. И к чему же оно привело, что явилось результатом этого продолжительного усовершенствования перенимания одних народов у других. Результатом явились танцы, кек-уок и танго. Последний танец, это говорят, открытая имитация полового акта. Если уже таким явлением завершилось долголетнее усовершенствование, если уже с таким ароматом цветок развернулся, если уже последнее слово танцев разврат, то, конечно, и раньше вся сердцевина и во всех других танцах была и есть та же самая, с той же закваской, только может быть не в таком обнаженном виде. После этого я уже окончательно не могу сомневаться в том, для чего танцует, какие настроения переживает при этом, и не могут вкладывать смысл... действительность или вернее извращением действительности. Я говорю, что танцы есть воплощение разврата. Самый большой, самый ужасный разврат это разврат утонченный, длительный, когда человек смакует свою чувственность. И ничто, конечно, не способствует больше такому возврату, как танцы. Другого взгляда на танцы у христиан, по-моему, не может быть, потому что Христос требовал от человека стремления к целомудрию, а не к исполнению похоти и плоти. Но ведь понятия современного интеллигентного человека во многом ушли от первоначальных христианских идеалов и часто делают большие скачки в обратную от них сторону. И странно вот что. Считается, например, неприличным, если даже отец войдет в комнату взрослой дочери и увидит ее не то, что раздетую, а просто немного не докончивавшие своего туалета. И тот же самый отец будет очень огорчен, если на балу его дочь с полуобнаженной грудью и плечами не будут мужчины всех сортов приглашать танцевать, не будут внимательно и страстно смотреть на ее тело, не будут касаться ее талии и кружиться с нею, прижимаясь вплотную к ее выпуклой и туго обтянутой тонкой материи груди. И были в жизни случаи, когда разгоряченные танцами молодые люди, даже незнакомые до того друг другу, завершали танец на этом же балу, в укромном уголке половым актом, логическим завершением танцев. танцам танцам фикус большой растет, они тоже за него скрылись и тоже сблудили, другие вещи на балкон деваться некуда, а музыки я уже не буду говорить. так, ну и вот дальше читаем, это непонятно Спаси Христос Инать Тихонович, я готов вам помочь чем смогу. Вы делаете самое ценное на этом свете. Каждый раз я пересматриваю ваши видео из села Потерявка и многому научился. А главное молиться, чтение Евангелия и следующим примером ваших вашим где бывший упырь. 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 Никита Колесников раздает Евангелие в воскресный день. Я начал скупать Красные Евангелие и потихоньку готовиться к раздаче после того, как батюшка благословит. Был случай недавно в нашем православном храме Архистратига Михаила. Стояла женщина возле креста, плакала и о чем-то просила Спасителя. В пяти метрах я стоял от нее и думал, что ей очень тяжело и невыносимо плохо. После она вышла из храма, направилась уже домой. Я вышел за ней и сказал, купите Евангелие и начните его изучать и ваша жизнь изменится. Также не забывайте держать пост, молиться, не грешить, исповедоваться у батюшки и жить по заповедям Божьим. Потом я зашел в храм и дальше стоял всю службу, молясь. этот случай не единожды, когда ко мне подходили или рядом стоящий человек не знает, что делать в храме, теряется или стесняется, о чем-либо спросить, или как креститься неправильно, словно по воздуху бросая пальцы, считая, что они правильно наложили на себя крестное знамение. Порой насмотришь такого в храме, что невыносимо смотреть. По телефону разговаривают во время службы или болтают о мирском в храме. Больше всего вижу, приходят гладко выбритые мужчины, которые нарочно сбривают бороды. Я называю это блудное педагогистическое скобление бороды. Борода это сила мужчины и образ. Многие этого не понимают, потому что им втерли в голову, что так и нужно быть безбородым, нужно быть безбородым, как католики. Все уже окатоличены давно и в храме на меня смотрят криво, именно пришедшие люди, потому что у меня борода. Что тут скажешь? Миряне в основном ставят свечи и уйдут снова на полгода, на год по своим мирским временным делам. А как случаются у них беды, бегут в храм скупать пуд свечей их батюшки, расшибая лбы, обвекованы со слезами. Или сын наркоман или спился вздрызг. у меня на работе, где я трудился, наша начальница мне постоянно делала замечания по поводу, что я ношу бороду и трепала за бороду, обещая сжечь мою бороду. Мне пришлось оттуда уволиться. По работе замечаний не было как таковой. Ее сильно злило мой внешний вид, что я выгляжу с бородой, как она выразила, как старый бомж Пердун. Она говорила, что я молодой и симпатичный, и борода мне не идет. Но со своей стороны мне было не до ее мнения, ибо мы в этом мире все тленны и бренны. Они думают, что намерили себе вторую жизнь, но Господь разрушит их жизнь, как спичечный домик в одну секунду. Спаси Христос Игнать Тихонович. С уважением Александр. Город Ноябрьск. Лия Коля пишет Я собираю свои слова назад, сказав, что канал себя не оправдывает, а оправдывает и полезен, ибо Слово Божие всегда живо, свято и действенно. Юрий Соболев Говорю по Слову Божию, Церковь 29 04 2006 Это проповедь я сейчас вставляю свою, так она называется. Очень сильная проповедь, Игнать Тихонович. Ее нужно в обязательном порядке послушать внимательно всем православным от первого архиерея до последнего мирянина. Спаси Вас Христос. Гусейнов Рустам Игнать Тихонович, а я побрился и крест снял. Что делать теперь? Шутка, скучно просто. Игнатий Лапкин, притча 26 18. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Рустам, прошу меня простить, больше не буду. Вчера я коварно на молитве просил Бога, чтобы Он вам дал многое лета и жизненной силы. Простите меня, я паршист еще тот. Я паршист еще тот. У вас одно занятие в общем по Святой Библии такую нагрузку несет, и Писание святые родцы, и политика, чего только нет. Это мне с высшим образованием трудно переваривать. Мозги приходится включать хорошо, а что там говорить за других? У которых это у меня. Ну вот немножко прочитали и показать наши ресурсы, видишь, о танцах подробно. Вот теперь вот это ресурсы наши, мой мир, вот, это наш форум наш, православный форум, ну немного там, 340 пришло человек, ну, и вот наш видеоканал, вот уже каждый день подписчиков на 100 увеличивается, это, наверное, много, ну и просмотров 16 миллионов 25 тысяч, ну и еще у нас тут во свете православный библейский сайт, очень большой, ну, сегодня считаю, что все, и это, Володя, покажись, а то тебя искать будут, считал Володя, вот он, вот он здесь стоит, ну и у нас благодарная слушательница Надежда Васильевна, вот так, 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 Продолжение следует...